Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклух Кумакфлай. У меня в кадре сегодня еда и речь пойдет вот о такой замечательной штуке китайская лыжковилка. Проведем тесты и немножко про нее расскажу. Погнали! У меня такая вещь уже была. Я ее заказывал несколько лет назад и верой правда она мне служила ну года два так точно. Во все командировки, во все походы она со мной ходила. Вещь прикольная на самом деле. Вот что у меня было до этого, сейчас покажу. Да. У меня до этого вот такой рабочий набор был, то что я с собой брал в командировке. То есть, чтобы вы понимали, здесь ложка, здесь открывалка, открывалка для консервов, вилка, типа ножика и вот такое отверстие, чтобы ее подвешивать. Вот, соответственно, до того, как я купил себе эту штуку, она стоит там каких-то 50 рублей, господи, смех. До этого я с собой таскал вот такой набор экспедиции. Соответственно, в нем у меня был советский ножик. И в этом ноже вилка. Вот. Вот. Тэн-тэн. Ну, эта вилка, конечно, удобнее, чем эта, но все же. Вот. Здесь была вилка, вот набор вообще выглядел вот так. Еще вилка, но вилку моя супруга с успехом потеряла. Соответственно, здесь нож, здесь у нас ложка и открывалка. Открывалка грязненькая. И в ноже, ну и вилке была еще одна открывалка. И вот эту вот всю, весь комплект, вот этот я с собой таскал куда-нибудь в поезд, в поездки. Вот. Это не очень удобно. Я вам хочу сказать, потому что любую из этих вещей можно потерять. Здесь штука не дешевая, а советский нож так еще и как память дорогая. Вот. Соответственно, я шарился по китайским сайтам и нашел себе вот такую прикольную штучку. Вещь классная. На самом деле, во-первых, она весит гораздо меньше, чем эта штука. Потерять же не жалко. Вот. Вы сейчас скажете, но ведь когда едешь в поезде, сейчас уже все это можно... Я не люблю пластиковые вещи. Не люблю. Они меня бесят. Я считаю, что я вот когда даже чай помешал этой пластиковой штучкой, как будто у меня чай пластмассовый стал. В общем, давайте немножко протестируем. Я тут взял с собой бутерброд буду делать при помощи вот этого ножа. Видите? Сериейтер. Вещь. Не уверен, что так... Хотя я так никогда не делал, потому что у меня всегда есть с собой нож. Но... Но он работает. Он работает, друзья. На сыре, раку. Хотя с таким же успехом может быть... Нет, этой стороны нельзя. А этой прям... Так. И вот этот классический прием ножеманов. Порезать колбаску. Сейчас попробуем. Ну вот так не получится, потому что длины лезвия не хватит. Ну. Ну он режет. Он режет. В меру длины своего лезвия. Он режет. Да, некрасиво. Но. Бутерброд я уже могу себе сделать при помощи этого инструмента. Вот так. Так, отлично. Тест ножа пройден. Давайте мы сейчас еще... Ну, открывалку для бутылок мы тестировали не будем. Вот. Я думаю, что она прекрасно работает. А вот эту открывалку для консервов я, пожалуй, попробую. Тем более, я ей реально никогда не пользовался. Опять же, вы скажете, почему не пользовался? Потому что у меня всегда с собой Викторинокса. Там есть прекрасные открывалки. Но. Так. Как это будет работать? Интересно. Я не знаю. Так. То есть. Ну, по-любому же вот так должно быть, да? По-любому вот так. И куда? Вот эта сторона? О. Так. Так. Куда мне двигаться-то? Дырку я сделал. Куда дальше? Я не понимаю. Подождите. По идее, по идее. Сейчас мы Викториноксовскую откроем. Вот смотрите. Вот так, да? Похоже. Ну, не очень, но похоже. Но у Викторинокса вот здесь режущая кромка. И он как бы... Он вот так вперед едет. Вот так. Мы им открываем. Соответственно, у этого режущая кромка здесь. И значит, он должен двигаться назад. Вот здесь должно быть заточено. Тогда я вперед смогу двигаться. Но заточка не на том месте. Ох, китайцы, китайцы. Хотел вам порекламировать классную штуку, друзья. Вот супер нож. Супер ложка. И то делает и это, и пятое, и десятое. А, нет. Смотрите. В принципе. В принципе. Она открывает. Так. Надо просто приноровиться. Тут еще проблема в том, что она длинная сама по себе. И она просто в стол упирается. Соответственно, это как-то надо делать на краю стола. Ну, короче, не особо продуманная история. Но... Но когда совсем ничего нету, да? И у вас есть вариант там открывать камнем консерву. Ну... Очень медленно. Вот когда прям правильный угол подберешь, она прям хорошо лезет туда. Но подобрать этот правильный угол очень сложно. Сейчас, сейчас, минут десять. Не-не-не, нормально-нормально. Когда привыкнешь, она прям как-то уже и идет. Ох! Сгущёнка. Вот. Смотрите, как удобно, да? Вот что бы я сейчас делал вот этим ножом. Ничего. А тут раз. Ложку собрал. И поел. Я же сейчас делаю бутерброды. Продолжай. Оказывается, что это ложка-вилка. Ложка-вилка-открывалка. Вещь. Забавная. Вот и все, ребята. Я справился. Китайцы, наверное, даже не думали, что я справлюсь. Но я справился. Открывает. На самом деле открывает. Корявенько, но работает. Друзья, мы будем закачивать мы это видео. Вот такая вот ложка-вилка-открывалка. Из Китая стоит копейки. В принципе, функциональная. Порезал колбасу. Открыл консерву. Что касается вот этого отверстия, у нее на самом деле тоже есть применение. Мы как-то были в походе, и товарищу нужно было загнуть проволочку, а пассатиши не было. И он взял эту ножку, раз, хоп, и подогнул, как ему нужно. То есть многофункциональный предмет. Вот. Всем рекомендую. Ссылочку прикреплю. Это был канал Миклуха Макфлай. Пока-пока. Миклуха Макфлай.